Уличная культура с ее граффити, стритстайлом, музыкой и философией постепенно перебралась в помещение, став одним из ключевых трендов современной моды. Убеждает в этом и образовательный G-Tour, в рамках которого проходит серия мастер-классов и лекций лидеров мнений в этом вопросе. Фронтменом встречи стал Дима Оскес. Его проект Faces and Laces – продукт уникальный для нашей страны. Это ежегодные интерактивные выставки, посвященные актуальной уличной моде, спорту, субкультурам и альтернативному современному искусству в России. Для чего мы вообще это делаем? Для того, чтобы локальная сцена развивалась. Я сам пришел в субкультуру, для меня важно, чтобы субкультура здесь развивалась и была, так скажем, аутентичной, особенной, имела свое лицо. Но при этом сохранял свою локальную идею. Для меня очень важно, чтобы мы локальные действия сохраняли. Но при этом научились еще транслировать ее глобально, научились разговаривать со всем остальным миром. Лектор G-Tour Георгий Яшин – один из тех, кто сумел коммерциализировать свою увлеченность уличной модой. За семь лет работы в этом направлении создано больше пяти брендов одежды, проведено множество коллабораций с зарубежными марками и основана первая химчистка кроссовок в России. Во-первых, очень рады, что приехали в Челябинск в рамках этого замечательного проекта. И мой главный посыл – это прямая мотивация на совершение каких-то первых действий. В организации своих проектов, в организации своего бизнеса, возможно. Я хочу, чтобы после моей лекции люди, правда, пошли и что-то сделали. Это не просто какая-то идейная, идейный рассказ. Это на моем примере. Эти правила можно применить на любые индустрии. Можно открыть кофейню, можно открыть бренд одежды. Мы хотим показать именно, как это делать. Еще один из спикеров образовательного тура – Оля Слова. Она – организатор школы стилистов в Москве. Своих клиентов и учеников она отучает от бездумного ношения стритвира и считает, что концепция – это самая важная вещь в одежде. Я считаю, что мода – это как раз то, что мы изучаем. И субкультура, и андеграунд всегда идет рука об руку и очень рядом. Поэтому сегодня я буду рассказывать, конечно, не так много о моде, а больше о том, насколько сильно взаимосвязаны эти два течения. Мне кажется, любая культура, она, конечно, стремится быть закрытой, ограниченной, иначе она перестанет существовать в рамках некой элитарности. Поэтому, конечно, сегодня стритвир, он выходит за рамки и становится продуктом массового употребления. Но очень важно, чтобы за этим что-то стояло. Сегодня не без помощи интернета тренды в моде произрастают не только за закрытыми дверями модных домов, но и прямо на улице. А потому у каждого есть шанс быть замеченным, а проявив усилия, и успешным. Осталось только найти свою нишу и основательно ее изучить. Субтитры сделал DimaTorzok